Добрый день, дорогие учащиеся! Рада приветствовать вас на нашем уроке, посвященном топливно-энергетическому комплексу МИРА. Цель и задача нашего урока – это ознакомиться с особенностями развития топливно-энергетического комплекса, определить значения отрасли, изучить отраслевой состав, сформировать понятие «мировой топливный баланс», используя тематические карты, выделить районное размещение главных топливных баз мира и сформировать знания современной энергетики мира и также альтернативных источников энергии. План характеристики отрасли мирового хозяйства содержит следующие пункты. Значение отрасли в мировом хозяйстве, ее отраслевой состав, влияние НТР на ее развитие, сырьевые и топливные ресурсы отрасли и их размещение, размеры производства продукции с распределением по главным географическим регионам мира, главные страны-производители, главные районы и центры производства, факторы, обусловившие размещение отрасли именно в этих районах, природоохранные и экологические проблемы, возникающие в связи с этим, главные отрасли экспорта продукции, главные страны импорта продукции, важнейшие грузопотоки, перспективы и развитие размещения отрасли. Значение данной отрасли состоит в том, что она обеспечивает развитие экономики любой страны. В структуру этого комплекса входят следующие отрасли – горнодобывающая, топливная и электроэнергетика. В нашем понятии должно быть такое определение, как топливно-энергетический баланс. Что же это такое? Топливно-энергетический баланс – это соотношение между производством и расходом топливно-энергетических ресурсов, источников, их поступлений и направлений использования. Вы видите в данной таблице эволюцию мирового энергетического баланса. То есть она менялась в течение многих лет и в настоящий период времени, в 2000-х годах приобрела следующую конфигурацию. Первое место в энергетическом балансе занимает у нас нефть, затем уголь, газ, ядерная энергия и гидроэлектростанции. Мировое употребление основных видов топлива изменилось, оно выросло в десятки раз. И в настоящее время на одного жителя Земли приходится более двух тонн условного топлива. Около 2000 кВт-часов электроэнергии. В северных странах более развитых 60% приходится 7 тонн на душу населения. В южных странах менее развитых 40% – 1 тонна на душу населения. Запасы мировых энергоресурсов. Если говорить в общем-то, общие геологические запасы минерального топлива – 14 миллиардов тонн, их должно хватить на тысячу лет. Полный гидроэнергетический потенциал Земли составляет около 33 триллионов киловатт-часов. Запасы тория и урана содержат значительно больше тепловой энергии, чем все известные ныне ресурсы минерального топлива. Топливная промышленность представлена следующим составом. Угольная промышленность, одна из самых старейших – нефтяная и газовая. Мировые производители основных видов топлива и энергии в 2000 году. Далее по странам мы можем увидеть в данной таблице такой расклад. Нефть – миллион производств в мировой масштабе 3590. По странам можно определить лидеры СНГ, зарубежная Европа, зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания. Природный газ. Общее количество мировых запасов – 2400. Первое место здесь мы видим занимает Северная Америка, затем страны СНГ, зарубежная Европа, зарубежная Азия. Если говорить об угле, то один из самых применяемых видов энергии, именно топливный ресурс уголь, составляет 4950 в мире. Первое место Северная Америка занимает, далее зарубежная Европа, зарубежная Азия. Электроэнергия, которая вырабатывается в мире, составляет 15580 миллиардов киловатт-часов. Судя по расположению в этой таблице наличия топливных энергетических ресурсов, то мы можем выделить здесь, конечно же, в первую очередь, зарубежную Европу, зарубежную Азию и страны СНГ. Потребление первичных энергоресурсов. В этом плане здесь мы видим страны, которые имеют очень высокий уровень производства электроэнергии, высокий уровень, средний, низкий и очень низкий. По уровню потребления можем судить о развитости государства, то есть сколько потребляет это государство электроресурсов. Поэтому в лидерах здесь мы видим США, Канада, Арабские Эмираты, Австралия, Саудовская Аравия, Германия и Россия. Высокий уровень принадлежит Республике Корея, Швейцарии, Польше, Испании. Средний уровень Аргентина, Ливия, Таиланд, Бразилия, Китай. Низкий уровень Египет, Турция, Индия, Пакистан и Ганна. И очень низкий уровень, менее 100, Сомали, Танзания, Республика Конго и Чад. Состояние мировых энергоресурсов, конечно же, меняется. При современном уровне техники мы в состоянии извлечь из недр земли лишь 30% имеющихся энергоресурсов. Из запасов уранового сырья сравнительно небольшая их часть. Имеет такую концентрацию, которая дает рентабельным его извлечения. Во многих странах, индустриальных районах ухудшаются горно-геологические условия, эксплуатация месторождений. Отдельные шахты глубиной доходят до 3-3 500 метров глубины. Нефть добывается с глубины от 2 до 5 километров. Угольная промышленность. Основу энергетического комплекса. Это первая из отраслей, которая снабжает этим сырьем. Страны-лидеры по добыче угля. Китай, США, Индия, Австралия, Россия, ЮАР, Германия, Польша, Корейская Народная Республика и Украина. На данном слайде, на этой картосхеме, мы видим размещение угольной промышленности. По цвету мы можем определить страны, где наибольшее количество, доля добываемого угля. И там, где практически нет добычи этого энергоресурса. Вам нужно будет дома изобразить данную карту на контурных картах. Нефтяная промышленность занимает второе место. Нефтяная промышленность страны-лидеры. Это страны Саудовская Аравия, США, Россия, Иран, Мексика, Венесуэла, Китай, Норвегия, Ирак, Великобритания и Канада. Надо сказать, что было создано такое сообщество, которое называется ОПЕК. Организация стран экспортеров нефти в 2007 году. Куда входят страны, имеющие большие запасы нефти. Это Алжир, Ангола, Венесуэла, Индонезия, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, Арабский Эмират и Саудовская Аравия. Они объединились с целью того, чтобы диктовать цены на нефть и продукты, которые добываются в этих странах. Отрасли мирового хозяйства, топливно-энергетического комплекса, их размещение. Это информация по нефтяной промышленности. Если вы видите, то интенсивная добыча нефти приходится на аравийские страны, побережье Персидского залива, также с Северного моря, в странах Северной Америки, таких как Канада, в Китае и России. Газовая промышленность и страны этой отрасли. Сюда входит Россия, первое место США, Канада, Великобритания, Алжир, Индонезия, Нидерланды, Иран, Норвегия, Узбекистан и Саудовская Аравия. Надо сказать, что все эти отрасли дают не только топливо, но еще сырье для химической промышленности. Газовая промышленность размещается таким образом, что большая часть добычи происходит на евроазиатском континенте, в частности в России, далее Канада, Соединенные Штаты Америки и опять-таки страны Персидского залива. Энергетика мира – это отрасль, которая занимается производством и передачей электроэнергии и является важнейшей базовой отраслью промышленности. От уровня ее развития зависит все народное хозяйство любого государства. Надо сказать, что в данное время потребление электроэнергии очень сильно растет. Вы видите это на данном слайде. Динамика роста энергетики. 1990 год и 2000 год. Достаточно большой скачок. И он предполагается быть еще большим. Электроэнергетика и страны-лидеры данной отрасли. Соединенные Штаты Америки, Китай, Япония, Россия, Канада, Германия, Индия, Франция, Великобритания, Бразилия. Практически все страны относятся к высокоразвитым странам, кроме как Индия и Бразилия. Энергетика мира. Сразу видно, что наибольшая выработка электроэнергии приходится на высокоразвитые государства. Соединенные Штаты, Канада, европейские страны. Страны такие как Бразилия, Россия, Япония, Корея и Австралия. Страны с менее развитым мировым хозяйством. Мы видим их положение не так хорошо, как в других государствах. Типы электростанций. Человечество научилось вырабатывать электроэнергию на различных видах топлива. И современные типы электростанций представлены следующими. Гидроэнергетические, где используется энергия воды. Естественно, размещается в районах с большим падением воды и расходом воды. Экологические последствия данных гидроэлектростанций. Это, к сожалению, затопление больших участков плодородных земель, подъем грунтовых вод, изменение микроклимата, изменение режима реки и заеление водоемов. Тепловые электростанции находятся на втором месте. Энергия сгорания топлива в виде мазута, газа, угля, горючей сланцы или торфа. Приурочены к топливным бассейням с дальнейшей передачей электроэнергии на расстояние или в районах сосредоточения потребителей. Главная здесь проблема загрязнения атмосферного воздуха и тепловое загрязнение. Атомные электростанции используют ядерное топливо, урановые руды, обычно располагаются в энергодефицитных районах, опасность радиационного загрязнения в случае аварии, что очень еще важно, необходимость утилизации радиоактивных отходов. Приливные электростанции, в этом случае используется энергия приливов и отливов, размещаются в узких морских заливах с высокими приливами. Экологические последствия незначительные. Ветровая электроэнергия размещается в районах с ветровой активностью, тоже экологически считается достаточно чистыми. Солнечная электроэнергия вырабатывается на открытых пространствах с ясной солнечной погодой. Экологические проблемы незначительные, но достаточно большие капиталовложения. Геотермальные. Энергия недр земли, которая используется в районах значительных запасов горячих термальных источников. Экологические последствия незначительные. 100% геотермальных источников используются в такой стране, как Исландия. Соотношение разных типов электростанций. Надо сказать, что в приоритете все-таки остаются тепловые электростанции. Второе место занимают гидроэлектростанции и атомные электростанции. Очень маленькое количество использования альтернативных источников, но в будущем, по всей вероятности, за ними будет будущее. Электроэнергетика и страны-лидеры по видам станций. Виды электростанции тепловые. Здесь по общему размеру выработки первенство принадлежит Соединенным Штатам Америки, Китаю, России, Японии и Германии. В доле данного типа, в общем-то, тоже есть большое количество выработки. Это Польша, ЮАР, Саудовская Аравия, Кувейт, Арабские Эмираты и Алжир. Гидроэлектростанции. Лидеры Канада, США, Бразилия, Россия, Китай. По доле данного типа энергии в общем объеме Норвегия, Бразилия, Киргизия и Таджикистан. Атомные электростанции. Соединенные Штаты Америки, Франция, Япония, ФРГ, Россия и Великобритания. До недавнего времени они располагались также в Литве, существуют во Франции, в Бельгии и Швеции. Крупнейшие гидроэлектростанции. Приуроченные к водным ресурсам. Самая крупная гидроэлектростанция Итайпу находится в Бразилии, Парагвай, на реке Парана. Гранд Кули, США, на реке Корона. Гури, Венесуэла, Колумбия. Тукури, Бразилия, река Тукантис. Саяно-Шушенская, это Россия, река Енисей, Красноярская Енисей. Лагранд, Канада. Черчилл Фолс, Канада, Черчилл. Братская, это Россия, река Ангара. И там же находится мощная электростанция Усть-Илимская. Ядерные державы, которые вырабатывают электроэнергию на своих атомных электростанциях. Первенство здесь принадлежит Соединенным Штатам Америки, Франции, Японии, также Швеции, Бельгии, Болгарии. К сожалению, сейчас закрываются эти атомные электростанции при входе в ЕС. И также в Словении. Альтернативные источники энергии, за которыми считается будет будущее. Геотермальные тепловые электростанции страны Центральной Америки, Филиппины, Исландии. Преливные электростанции Франции, Великобритания, Канада, Россия, Индия, Китай. Солнечная энергия, 30 стран мира. Ветряная электроэнергия используется в странах Западной Европы, Дании, Германии, Великобритании, Нидерланды. США, Калифорнии, Зарубежной Азии, Индия, Китай. Для чего нужны альтернативные виды электроэнергии? Непрерывный рост промышленности как основного потребителя электрической отрасли. Существует точка зрения, что при нынешней ситуации запасов угля хватит примерно на 270 лет. Нефти на 35-40 лет, газа на 50 лет. Поэтому необходимость значительных финансовых затрат на разведку новых месторождений становится нерентабельным. Третий фактор, для чего необходимо развивать альтернативные виды энергии, это экологические проблемы, связанные с добычей энергетических ресурсов. Четвертое. Проблема глобального потепления. Суть ее заключается в том, что двуокись углерода, высвобождаемая при сжигании угля, нефти, бензина в процессе получения тепла, электроэнергии и обеспечения работы транспортных средств, поглощает тепловое излучение поверхности нашей планеты, нагретой солнцем и создает так называемый парниковый эффект. Вывод. Энергия – это главная составляющая часть жизни человека. Энергия дает возможность создавать различные материалы, является одним из главных факторов при разработке новых технологий. Без освоения различных видов энергии человек не способен полноценно существовать. Человек прошел путь от первого костра до атомных электростанций, освоил добычу основных традиционных энергетических ресурсов – угля, нефти, газа, научился использовать энергию рек, освоил мирный атом. Все активнее обсуждается вопрос о использовании новых нетрадиционных альтернативных видов энергии. В заключении домашнее задание, в котором вы должны будете проанализировать текст учебника, отметить на контурной карте страны ОПЕК, составить схему типа электростанций и ответить на вопросы, какие страны являются лидерами в добыче нефти, назвать страны, добывающие уголь только для собственного пользования и страны-экспортеры, и в каких странах используются альтернативы.